Вы это видели? Камера передвинулась с одного места в другое. Как это возможно? Вы спросите. Это всё благодаря одной штукенции под названием Metal Orchestrator. Или же просто Оркестратор. Или же Кайо. Или же все эти остальные названия. Оркестратор это аддон для m64mm3, созданный клещей PSI, позволяющий вам управлять и анимировать камеру как угодно. Давайте не тянуть глаза все блестящие предметы и перейдём к туториалу. Как я уже говорил, Оркестратор это аддон для m64mm3, не отдельная программа. Я думаю у вас у всех есть последняя версия m64mm3, но если нет, то я в описании оставлю ссылку на её страницу гитхаб. А также я оставлю ссылку в описании на гитхаб оркестратора. Переходим и скачиваем последний выпуск программы под релизы. Всё содержимое скачанного архива перекидываем в папку m64mm3. Теперь мы можем запустить программу и под аддон у нас будет опция открыть оркестратор. Мы не можем сразу пользоваться аддоном, для начала ему нужно записать код. Не знаю что это означает, но чтобы оркестратору записать код, нам нужно либо войти в уровень, либо выйти из уровня, или же запустить игру. Также нам возможно нужно будет нажать на Ensemble. Лучше всего чтобы оркестратор записал код во время запуска игры, потому что в другом случае фон игры не будет двигаться. Если в статусе написано Reddit урок, то это означает, что мы можем использовать оркестратор. Заходим во вкладку Camera Controls, нажимаем на галочку Super Hard Freeze, что замораживает камеру намертво. И теперь мы можем её управлять. Внизу мы видим временную шкалу. Если вы когда-нибудь пользовались Sony Vegas Pro или вообще любой другой нормальной программой для монтажа, то вам это может быть знакомо. Эти ромбики это ключевые кадры. В каждом ключевом кадре будет храниться позиция и угол камеры. И между ними будет совершаться плавный переход. Мы можем добавить новый ключевой кадр, выбрав место для этого ключевого кадра. И либо нажав на Keyframe Record Mode и переместив и покрутив камеру как нужно. Либо же нажав на вот эту кнопку, которая создаёт на выбранном месте ключевой кадр с нынешней позицией или же углом. Мы можем перемещать ключевые кадры, выбрав их и зажав левую кнопку мыши. Отменить какое-то действие или же наоборот его переделать можно вот этими двумя кнопками. Теперь ставим галочку на Sync, что ставит камеру в то же место и направляет в тот же угол, что и в ключевом кадре, либо на переходе между ключевыми кадрами. Переходим на первый кадр и нажимаем на вот эту кнопку. Она проигрывает анимацию. Наверное вы столкнетесь или уже столкнулись с той проблемой, что у нас очень короткая временная шкала. Не беда. Нажимаем на вот эту стрелочку, нажимаем на Change Timeline Land и тут мы можем указать сколько кадров будет идти наша анимация. 30 кадров это 1 секунда, ведь Super Mario 64 идёт в 30 кадрах в секунду. Чтобы удалить кадр, достаточно его выбрать, нажать по нему правой кнопкой мыши и нажать Delete. Мы можем приблизить или же отдалить шкалу ползунком справа снизу. Помимо этого, мы можем нажать правой кнопкой мыши по чёрной шкале сверху, которая покажет нам несколько опций. Trim Timeline Up to Here обрежет шкалу до выбранного кадра. Extend Timeline by 10 Frames очевидно удаляет шкалу на 10 кадров. Scrub Keyframes Out of Range уберет все ключевые кадры, которые оказались за границей шкалы. Clip Keyframes Out of Range переместит ключевые кадры за границей в конец шкалы. И напоследок у нас есть возможность засыклить какую-то область, чтобы она снова и снова проигрывалась. Для этого мы обозначиваем начало и конец цикла кнопками Begin Loop Here и End Loop Here. После чего нажимаем на вышеупомянутую стрелочку и включаем цикл, поставив галочку на Loop. Чтобы выключить цикл, мы убираем оттуда галочку. Мы можем сохранить анимацию, нажав слева сверху на Save Timeline. И можем загрузить анимацию, нажав на Load Timeline. Ах да, мы можем поменять стиль переходов между ключевыми кадрами, выбрав кадр, нажав по нему правой кнопкой мыши и выбрав один из стилей перехода. В Information можно увидеть координаты Марио и камеры, а также куда смотрит камера. Во вкладке Timeline Controls мы можем очистить всю временную шкалу кнопкой Wipe Timeline. Оркестратор вас предупредит, что это действие потом нельзя будет отменить и что стоит хотя бы сохраниться, если вы не хотите потерять всё созданное. Мы можем спрятать или наоборот показать временную шкалу кнопкой Collapse Uncollapse Timeline. Это может понадобиться в случае, если вам не нужна временная шкала, а просто управление камерой. Во вкладке Edit History мы можем увидеть историю наших действий. Кнопкой Clear History мы можем очистить эту историю. Если что, очистку истории потом отменить нельзя. Также мы можем менять размер окна и временной шкалы. И напоследок в About.co будет вся информация о программе. Спасибо вам всем за просмотр, поставьте лайк если вам помог и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok